Привет, с вами Александр Добромиль и сегодня мы сравним несколько видов белка и поговорим о том, какой белок нужно делать основой своего рациона для набора мышечной массы. Начнем с того, что белок бывает полноценным, бывает неполноценным, а наша мышечная клетка состоит из 20 аминокислот и соответственно нам для того, чтобы наши мышцы росли, нужно употреблять белок, который сбалансированный по этим аминокислотам, то есть в этом белке есть нужный состав аминокислот, который нужен для роста наших мышц. Полноценный белок это животный белок, рыба, яйца, мясо, морепродукты, кисломолочные продукты, то есть продукты животного происхождения. Растительный белок, орехи, бобовые и так далее, он не является полноценным, так как он не содержит всего спектра нужных нам для роста мышц аминокислот. Единственным полноценным по аминокислотному составу продуктам растительного происхождения является соя и сою вполне можно употреблять в пищу. Это не говорит о том, что нужно есть только яйца, а орехи вообще есть нельзя. Нам нужен и растительный и животный белок, и растительные продукты, скажем так, растительного происхождения, такие как, например, орехи. Мы употребляем не только для того, чтобы получить из них белок, но и для того, чтобы получить другие важные микроэлементы. Но основой рациона на 80% нужно все равно делать животный белок. Если брать конкретную полезность белка, то здесь мы учитываем два главных фактора. Это аминокислотный состав, который должен быть максимально приближен к нашим мышцам, и его усвоение. На первом месте здесь идет яйцо. Яйцо не имеет клеточной структуры, и по сути яйцо это одна большая клетка. Оно максимально быстро усваивается и содержит весь необходимый спектр аминокислот. Вообще, Всемирная ассоциация здравоохранения, яйцо принято за эталон. Лучше белка в природе не существует, чем куриное яйцо. На втором месте кисломолочная продукция. Кисломолочная продукция тоже не имеет клеточной структуры, и достаточно хорошо усваивается. При этом ее именно кислотный состав примерно такой же, как у яйца. Далее идет рыба и морепродукты, которые уже обладают клеточной структурой. То есть, нам для того, чтобы этот белок у нас усвоился, нам нужно сначала организму переварить клетку. У рыбы и морепродуктов эта клетка уже существует. Соответственно, белок усвоится уже условно не на 100%, а на 90%. Но по аминокислотному составу у рыбы и морепродуктов, естественно, тоже все четко. А далее уже идет мясо, мясная продукция. У мяса аминокислотный состав тоже в порядке, но клеточная оболочка уже более толстая. Поэтому мясо полноценно никогда не усвоится. Но в принципе и рыба полноценно никогда не усвоится на 100%. Я так думаю, что яйца тоже. Но яйцо, если сравнивать с мясом, то яйцо гораздо более полноценно усвоится, чем какие-то мясные продукты. Если говорить о том, что именно есть, я бы делал свое меню максимально разнообразным. Чтобы у нас там присутствовали и яйца, и рыба, и орехи какие-то, и кисломолочная продукция. Дело в том, что в каждом белковом продукте содержится свой спектр различных веществ, компонентов, микроэлементов, витаминов. И когда мы делаем наше меню максимально разнообразным, наш организм в полном объеме получает все эти питательные вещества, содержащиеся в разных продуктах. Не обязательно каждый день съедать блюда из 50 вариантов наименований. Достаточно, допустим, сегодня вы едите яйца, завтра вы едите говядину, послезавтра вы едите, например, курицу, какие-то еще другие белковые продукты. Ну так, немного чередуйте. Завтрак яйца, обед говядина, в этот же день на ужин говядина. На следующий день завтрак опять оставили яйца, где-то рыба у вас, где-то курица. В общем, чередовать и делать свое меню наиболее разнообразным для получения всех этих полезных питательных веществ. Ну, в общем, вот так. Если подводить итог основы рациона, животный белок, рыба, яйца, мясо, морепродукты, также включаем в рацион. Можно включать сою, орехи, потому что там не насыщенные жирные кислоты и достаточно много витаминов. И не забываем о том, что нам нужно от 1,5-2 граммов белка на каждый килограмм нашего веса для нормального роста мышечной массы. Вот и все. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья вконтакте. Ссылка на мой профиль есть в описании к видео. С вами был Александр Добромиль. Пока!